на рубеже 80-90-х годов прошлого века появилось такое явление феномен как авторская школа возникла идея создать школу где точкой кристаллизации могло быть искусство театр в частном данном случае почему же ценность вот этого разнообразия которые выражаются в уникальности каждой школы стала уходить поиск эффективность всегда вещь очень опасная для эффективности вдруг уничтожается самобытность уникальность класс-центра в том что вот эти направления музыкальные театральные творческие в целом они перестают быть дополнительной программы становятся частью основной программы сегодня то что не хватает педагогам которые приходят школу широты кругозора умение рассказать зачем нужна математика четыре столпа образования арифметика грамматика гимнастика и стыд стыд как нравственные категории это то чем школа должна заниматься в том числе здравствуйте приветствую вас на шоу рыбаков фонда проявленные и у нас сегодня в гостях сергей зинович казарновский основатели директор известный и нами любимой московской школы класс-центр время проявляться сергей зинович здравствуйте здравствуйте сергей зинович в нашей стране большая традиция образования страна славится своей традиции образовательной и вот на рубеже 80 90-х годов прошлого века появилось такое явление феномен как авторская школа и мое субъективное мнение что школа класс-центр относится к этой плеяде хотя возникло примерно в это же время да но сегодня авторских школ или почти не осталось или совсем не осталось кроме вашей как вы думаете чем это объяснить ну понятно почему они тогда возникали такое было время что ну появился там форточка открылась воздух пошел свежий глоток такой пошел что можно было и мы вначале назывались но мы вначале стали ну просто при школе когда кружок превратился в некую систему уже это называлось класс-центр музыкально-драматическое искусство а потом возникла идея создать школу где таким каким-то точкой кристаллизации могло быть искусство театр в частном данном случае и так далее и мы начали стали филиалом одной московской школы это был 90 год а 91 году альтернативная школа такие появились даже мы стали альтернативная школа должна мне помню 1332 а через год когда можно получили это старое довоенное здание начали реконструкцию мы взяли название этого номер шестьсот восемь шестьсот восемь шесть носов класс-центр осталось уже и это называлось школа комплекс класс-центр там шесть восемь шесть потом это называлось центр образования потом по закону следующему в девяносто втором году был такой самый прогрессивный закон образования сделан там был следующий закон уже в 2000-х годах и слова у центра образования исчезла вот и мы вот сейчас называемся среднюю общеобразовательную школу и так далее само название я почему к этому шел это я сейчас так машинально говорю все само название всех школах средняя общеобразовательная школа которая появилась во всех практически школах оно такое такая нивелировка она произошла она пошла подпросу такое нивелирование усреднение усреднение какое-то да во всем что нет все школы одни программа и так далее даже на ямале мы будем обязательно собирать гербарии из значит растений которых там нет никогда в программе и так далее конечно школы ну по москве даже мы понимаем здесь так 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 такая история здесь социальная такая прослойка здесь такая программа будут такие тут не могут быть такие программа. Тут еще русский язык, надо звучать. Вариативность как способ существования. Вот мы здесь находимся, у нас 4 человека. Мы все разные. Хотя у нас набор хромосом одинаковый. Понимаете? Да даже у нас, вы знаете, учились дети двунята. И у них был тоже другой набор хромосом. Но они были абсолютно разные. Полина и Маша и так далее. Ну вот они. Мы все разные. У нас скорость разная, мышление. У нас какие-то разные. У нас нужен какой-то подход. И так далее. Вот такое усреднение пошло. И тихонечко стало исчезать. Но вообще, как вы знаете, что снять директора, тут особых не надо усилий. Так устроено законодательство, что он снимается на раз. Полчилочку. Да. А с учителем сложнее гораздо. Его защищает законодательство в гораздо большей степени. Просто так с ним остаться нельзя. А с директором, можно это и происходило. Вот в последние особенно времена, когда Исакович Калина был. И делали комплексы. Убирали директоров. Набирали менеджеров, которые там стали руководить огромными подразделениями. И потихоньку это стало таким трендом. Вот. Но при этом, при всем, я вам скажу, вот даже когда уже началась комплексная вещь, в 2010 году был год учителя. И я вошел в жюри ТЭФИ. И я отсмотрел порядка чуть меньше ста фильмов. Они разного формата были. От пяти минут репортажных до сорока минут целые портреты учителей и так далее. Они это со всей России было. И были сельские школы. И школы с огромной судьбой. Там Екатеринбург и еще какой-то. Такое удивительное разнообразие фантастическое. У меня даже возникла мысль тогда взять камеру и поехать и по стране снимать школы. Потому что через школы, через традиции. Про то, как проходит 1 сентября. Как люди ведут в столовой. О чем говорят на уроках. Как они что делают после школы. Как они идут домой. Как они идут и так далее. Ну, например, мы приехали на гастроли в город Пензенской области. Выскочило из головы. Маленький абсолютно городок. И я утром вышел из гостиницы поздно. Потому что детей повезли на экскурсию, на которую я не поехал. А справа от гостиницы гостиница метров длина. Как небольшое здание. Четырехэтажное или трех. Даже неважно. Ну, сколько метров по фасаду. Ну, не знаю. Ну, 70. Не знаю, может быть. А справа находилась школа. И после уроков я видел, как мальчик шел из школы домой. Вот это ритм его города, этой жизни такой. Он подбрасывал мешок, делал несколько шагов и ловил его. Подбрасывал, ловил. Если ему не удалось поймать, он делает шаги обратно. Вот эти 70 метров, он шел минут 40. Это был его ритм жизни. Это другой город. Это была его игра. Это была его жизнь. Потому что ему не надо было никуда спешить. Не надо было какую-то там секцию. Ему не надо было ехать на автобусе или на метро куда-то в школу. Понимаете? А эта вариативность стала исчезать. И отсюда. И, Сергей Зинович, почему же вот эта ценность вот этого разнообразия, которое выражается в уникальности каждой школы, в поддержании уникальности, стала уходить? Почему это перестало быть ценностью? Ну, вот историю с комплексом, мне кажется, сегодня очень много говорят сомнительные истории с точки зрения смысла. Не с точки зрения денег каких-то, ну, никаких-то и так далее. Я даже помню очень хорошо эту ситуацию. Это очень наглядная была вещь. Когда, вообще-то говоря, было единое... Все время же мы говорим, мы сэкономили, у нас теперь одна бухгалтерия на все школы. Но была единая бухгалтерия на весь округ, на весь район. Единая была. Некоторые школы имели свою, как мы с самого начала. А у всех остальных это было так. Тогда начали учителей школы заставлять еще до слияния всех делать свою бухгалтерию. Для людей, которые с этими никогда не были связаны, это был ужас. Найти бухгалтера, где тут школу, как с ним общаться, а это же другой человек. Потому что бухгалтер считает, что он директор школы, вы знаете прекрасно. Я думаю, в этот момент все это началось. В этот момент началась такая... В поисках эффективности. Да, в поисках эффективности всегда вещь очень опасная. Да. Очень опасная, да. Мы можем достичь... Чтобы не выплеснуть вместе с гражданом. Абсолютно точно. Вот это вот образ ровно от этого. Когда для эффективности вдруг уничтожается самобытность, эксклюзивность. Потому что, посмотрите, вот есть дом, в который люди из лифта выходят и уже снимают ботинки. А есть дом, в который ты заходишь и понимаешь, что сейчас начнешь снимать, и ты скажешь, да подождите, ну вытрите, ну все, и приходите. Не потому что это лучше или хуже. Уклады. А разные. Разные уклады, разные люди. Вот я такой человек. А другая школа вообще семейный уклад. Любая школа. Ну как ни к чему, потому что вкусовые вещи очень важны для человека. Один говорит, ремонт идет, да, мне, пожалуйста, это все голубым цветом. И вот так, это электриса. И люди вокруг школы собираются, вот это сообщество, согласно своим вкусам, предпочтениям. В общем, фонд Рубакова очень много думает о сообществах. Сообщество собирается. Понимаете, сегодня при всем, при том, что есть приписанные школы к районам и так далее, все равно меняется эта история. Ну так не бывает. Люди выбирают школу, где им хорошо. Да, да. И дети дальше голосуют уже ногами. Я думаю, что это одна из важных причин не учитывания того, что это и есть семейность школы, конечно. Еще важная вещь одна, я скажу. Ребенок осмысленно в своей жизни с государством сталкивается более-менее осмысленно, приходя в школу. Для него это первое такое осмысленно. Ну, детский сад я не беру, да. Первое осмысленное учреждение государства. И вот потому, как с ним происходит там, и потому, скажет ли он заканчивая это место, что это мой родной дом, а слово родной, родина, а дальше считайте патриотизм, если угодно, да, это вещи связаны. Конечно. И отсюда очень многое возникает. Причем на бессознательном уровне. На бессознательном, конечно. Понимаете, что никто не знает это слово, понимаете? Уникальность класс-центра в том, что вот эти направления музыкальные, театральные, творческие в целом, они перестают быть дополнительной программой, а становятся частью основной программы. Да. В этом не большой смысл. Да. Вот раскройте, как вы к этому пришли. Ну, пришли-то это только потому, что когда-то я уже увлекаясь там театром, хотя я работал там инженером, и своими ребятами, коллегами, мы начали какие-то делать спектакли, потому что мне было интересно. У меня было музыкальное образование всякое и так далее. Вот. И я рассказал как-то своему приятелю, который работал в школе учителем английского языка и увлекался тоже театром, у него был английский театр там, то, что я делаю. И мы сделали просто в ноябре 81-го года, сделали спектакль в одной московской школе, где речь шла о ценности, а точнее бесценности человеческой жизни, о тех временах нашей истории, когда мы это забываем. Он был назван лучшим спектаклем среди школ Москвы и театральных студий Дворцов Пионеров. И там вручили детям на Ленинских горах прибыль, грамот какую-то. Вот. А потом дети говорят, а что будет дальше? А черт его, я не собирался быть ни режиссером, ни директором школы. Ну, мне это было интересно. В итоге потом, через год, появился спектакль Ящица, перестроена была школа в театр и так далее. И тогда написали все газеты о нем, включая «Правду». И только после газеты «Правда», а до этого было «Московский комсомольц», «Московская», «Правда», «Московские новости» за один месяц. Пришло районное начальство. И, скажем, меня пригласили работать в школу, а Павлович Хомский, главный режиссер театра Моссовета, сказал, что тебе надо учиться дальше. И я все бросил, пришел работать в школу, через год поступил в Щукинское училище и так далее. Но уже работы с детьми, во-первых, я ощутил вкус этой работы еще на первом спектакле, потому что это было интересно. Иногда наши репетиции, это были долгие разговоры, ночные, про то, как устроена страна, как мы живем, потому что спектакль был достаточно острый. Даже трудно представить себе, что это было еще за год до смерти Леонида Ильича Брежнева. Если первый раз мы сделали спектакль, то это был, вообще-то говоря, очень важный шаг на сцену, где так метфорически, какие-то даже были такие сцены, мы говорили об нашей ответственности перед жизнью в стране, вообще про то, что происходит вокруг нас. Но это была как бы просто заявка такая, что, да, а потом надо было научиться говорить как-то. Мы стали этому учиться, потому что надо уже был шаг на сцену, пречь ответственная, потому что, ну, как, мы, значит, мы на метр стоим выше, значит, нам есть что сказать. И стало быть, это уважение должно быть людям, как мы это делаем, значит, нам пришлось этому учиться. И тут стало понятно, что когда мы занимаемся искусством с детьми, мы же говорим на языке неких образов, да, я говорю, вот представьте себе, что вот это, ну, вот так же ярко, как луна на картине Куинджи, ночь на Днепре. Кто? Картина? Кого? И мы идем в Третьяковскую галерею. Или я говорю, вот это должно звучать тут, так же мощно вот это все быть. Потому что, ну, как, иначе же не объяснишь. Мы же все через что-то объясняем. Мы пытаемся выстраивать у ребенка в голове. Да это не только, это касается искусства, это вообще касается образования. Мы с вами закон Архимеда знаем только по одной причине, что кто-то когда-то сказал эту историю, явно не Архимед, про ванну и вытесенную воду, хотя физика вам любая скажет, что речь идет о давлении на поверхности воды. Ну, вот и так далее. И стало понятно, театр как синтетическое искусство стал манком для, вообще-то говоря, изучения очень многодельных вещей. Для целой образовательной модели. Да, да, да. Мы ходили в консерваторию. Я снимал кинотеатр «Юность», и мы смотрели кино всякое. С теми, кто у меня был, мы приходили ко мне, там домой набивался человек по 30 в комнате. У меня был только телевизор цветной, но переделанный, что у меня можно наставить. А у моего соседа, снизу, олимпийского чемпиона по баскетболу, Сережи Тараканова, уже был видео, мы говорили, Афан, и мы смотрели про летание «Дельного кукушки», мы смотрели очень много хорошего кино, из Николаев, ну и так далее. Вот. Это мы поняли, что это есть уже элемент образования. И тогда стало это очень, это очень любопытный вопрос. Вот. Это были шаги такие, которые, вот, когда я сейчас говорю, это кажется, что мы когда-то все это задумали, ничего подобного. Каждый раз делался какой-то шаг. И он показывал, что это интересно. Новые возможности. А дальше возникло, что в каком-то 87-м году, во-первых, мы стали спутником Тюза. Каким образом, это удивительно. Я сделал историю, которую назывался «Ники-беньки». Генрид Наумна Яновская, по сию пору, она сейчас худрук театра, да, приехала в школу смотреть спектакль, и через дни 10, недели две, позвонила, сказали, не хотите ли вы играть у нас на сцене. Мы выезжаем на гастроли с собачьим сердцем, был такой спектакль в Израиле. Вот хотите. Ну, как это получилось, это целая история, как мы собрали 1200 человек там за, там, 10 дней, и начали играть там. С одной стороны. С другой стороны, мы в какой-то момент из школы ушли, и оказались на базе Дворца пионеров на Меусах. И вот там происходила любопытная вещь. Там к нам стали ездить дети со всей Москвы. Данила Козловский приезжала к нам, и мы вдруг увидели, что когда мы обжились в школе, мы уже научились со всеми говорить на одном языке про одни ценности, и мы когда говорили, что вот это хорошо, то все понимали, да, это хорошо, мы к этому были готовы. А тут стали приезжать люди отовсюду. Это первое. Второе. И мы, я задумался, что что-то надо как-то попробовать делать иначе. Второе. те, те, кто уже довольно много занимались, было понятно, что эта штука не профессионализация такая для всех. Для кого-то, может быть, да. Значит, надо что-то думать другое, потому что они, например, свободно уже, готовы общаться. Они не с колода. Тогда еще никто не говорил о soft skills. Нет, об этом такие слова не знали. Мы же это чувствовали, что что-то, какие-то эффекты непрогнозируемые это дает. Да, это было, и тогда мы создали уже в 90-м, даже в 89-м начинали детскую, мы нашли человека, вернее, он нас нашел, который занимался, открыл первую детскую школу менеджеров, такой был человек, Георгий Гацгорий. Мы с ним сговорились, мы как Станиславский с этим самым, Денировичем, просидели там всю ночь и договорились, что их дети начали заниматься с нашим дневным мастерством, а наши с ними странными словами маркетинг и менеджмент. И это взымяло свой успех. В 92-м году один ученик открыл первую детскую биржу труда и попал в книгу реклама в Гиннессе 15 лет. Потом прошло время, он играл Ромео, Ромео Джулеттера на саксофоне, потом он закончил экономический футбол университет, потом Стокгольмская школа экономики, сейчас он возглавляет на сколько у меня жил он в салон образования. Это оттуда все прошло. Ну и тогда уже возникла мысль, что я, понимаете, их таким образом увлекая, я боялся, что они получат хорошее образование. А у меня было оно разнообразно. Просто кроме обычной была еще физмат-школа, потом была... Здесь вот как раз стоит вопрос о критериях, что такое хорошее образование. Да, и мне казалось, я вам скажу, я вам сейчас скажу, я даже прочитаю. Это написано было достаточно давно, недавно я вспомнил об этом, и это даже прошло, где-то было опубликовано. Это любопытная вещь о том, что такое профориентация, то, про которую сейчас так много говорят. Значит, как-то я был на выставке Энди Орхелла на Крымском валу. Я не первый раз вижу его работы в галерейных экспозициях, а тут в самом начале осмотра была сделана лента жизни Орхелла, в которой ключевые моменты ее обрамлены всевозможными фактами из мировой истории, политики, культуры, в том числе и советское кино. То есть, то, с чем он жил в унисон. То есть, время, что происходит в это время, что делает Орхелл. Здесь, что происходит, что делает Орхелл. То есть, потрясающий пример того, как неожиданно ярко, мгновенно, невероятно креативно можно реагировать, точнее, художественно зеркалить окружающийся мир. И возникает вопрос, кто он? Фотограф, постигший азэшелкографии. Художник с невероятным маркетинговым чутьем, способный создавать вечные бренды. Технолог, мгновенно использующий утром то, что было изобретено вчера вечером. Орхелл говорит нам, ребята, не парьтесь. Профориентация – слово бездарной выбывательской коннотации. Профориентация – это конструировано такой модели мироощущения, которая подобна флюгеру с бесконечным количеством степеней свободы. Я в это верю, правда. Потому что абсолютно сегодня то, что не хватает педагогам, которые приходят в школу, широты, кругозора, умения рассказать, зачем нужна математика. Тысячи родителей говорят, да я вообще не знал математики, я вообще не учился, и не надо мне, я там занимаюсь тем-то и тем-то. Ну, посчитать, я могу искать куда-то. Знаете? А математика, это единственный язык, на котором договариваются все люди разных областей знаний, разных предметов и так далее. Вы приходите к врачу, вы ему показываете бумажку, на которой написано проценты того, чего у вас есть. И по этой бумажке она вам говорит, вы создали, решили создать фонд, вы посчитали, как можно зарабатывать, значит, сколько там людей, сколько там, дом этот построить, чтобы надо понять, сколько зарабатывают здесь люди и так далее, и так далее. Все через, все на цифрах решается только. Вот для этого математика нужна, чтобы построить, делают графики, там строят таблицы, рисуют, все что угодно, там Декарта вспоминает хотя бы в этот момент. И это про межпредметные связи. И это межпредметные связи, а потом еще и дальше про метапредметные связи. И вот тогда возникла идея школы, что, а, нужны ценности единые, чтобы говорить серьезно, б, нужно нормальное, хорошее образование. И в этой части вот все началось с театра. И поэтому у нас 1 сентября стоят вешалки, на которых написано 1 А, 1 Б и так далее. Театр начинается. А наша школа началась с театра. Со временем стало понятно, что мы делаем. Ну, то есть, был момент, когда мы еще находились на МИУСах, у нас был только один класс, а остальные занимались в тех же стадиях, но не учились, не было общего образования. И вот за эти, они 8 лет, с 80, с 90 по 98 год, мы некую модель отработали, как это может быть, как это уже существует, и что это дает. И когда мы оказались в этом перестроенном здании, уже все классы появились и так далее, тогда стала возникла мысль, ну, не может быть так, чтобы рядом существовали три, во-первых, очень важные вещи. Все классическое образование всегда учитывало, что человек существует эмоционально. Скажите, вы знаете, какая сегодня влажность? Конечно, нет. А направление ветра? Конечно, не знаю. Но при этом, если я вас спрошу, какая погода, вы точно скажете, какая погода, на ваш взгляд. Как вы это чувствуете? Да? И драма, живопись, музыка, они всегда были в той или иной степени, ну, с самых древних времен. Но была еще одна очень важная вещь, про которую от Платона она пришла, Ломоносов нависал на вратах первой русской школы. Четыре столпа образования. Арифметика, грамматика, гимнастика. И стыд. Стыд, как нравственная категория. Стыдно или не стыдно? Это написано в вратах первой русской школы. Это то, чем школа должна заниматься в том числе. Но стыд это такая категория. Что это такое? Чувственная категория. Совесть. Да, совесть, чувственная категория. Вы рассказали историю появления школы, класс-центр, и стало понятно, что не было ясного образа финального результата, просто степ-бай-степ развивалась какая-то там, открывались новые возможности, вы ими пользовались, и вот получился прекрасный результат. Мы реализовывали их. Мы не пользовались ими, а мы их реализовывали. И вот сейчас поделитесь ваш портрет выпускника школы. Первое, конечно, это очень высокие коммуникативные качества, безусловно. Это эмоциональный интеллект. Я скажу, я только что выступал в Тюмени, и там познакомился с замечательным человеком Константин Воронцов, он доктор физико-матноук, педагог, профессор МГУ. Он занимается искусственным интеллектом. И я его пригласил на ПЕЦ-совет наш выездной за городом. Он там замечательно про это все говорил. Я видел его выступление, он смотрел мое выступление. И там в выступлении я очень много показываю кадров, где так или иначе появляются дети. И он сказал такую фразу, что я смотрю на это и вижу, что когда я учился в школе, и то у меня дети сейчас учатся в школе, что эмоциональный интеллект ваших детей раз в 10 тысяч выше, чем то, что есть в средней школе. Есть такой Ральф Ейсен, это футуролог, бизнесмен, он сотрудник Стагомской школы экономики, написал книжку «Общество мечты». Она у нас издана, я здесь читал ее. И он говорит, что придумать можно сейчас все, что угодно, но сделать эту придумку полезной для человека, во-первых, во-вторых, еще ее продать, это значит найти какой-то совершенно эмоциональный ход, понять, что этот человек будет волновать. Поэтому нужны эмоциональные интеллектуалы. Ну, это сам простой пример, очень хороший пример, такой может быть, что вот есть часы Павел Буре, а есть часы полет, второе московское часовозавод когда-то было, так вот, одни стоят 30 долларов, а другие стоят 30 тысяч долларов, потому что у них на задней крышке написано поставщик двора его императорского величества. Вот и все. Вот тебе порядок цен, который может быть. Вот портрет ученика, пожалуй, третьего. И высокие умения, проектные качества. Коммуникативность, эмоциональный интеллект, третье, что ли? Проектные умения, проектные деятельности. Что значит проектные деятельности? Смотрите, Макаренко работал с бессемейными детьми, у него была проблема большая в этом смысле, то есть он ее решал как раз, да? И он всю воспитательную конструкцию, надо так делать, надо не так делать, надо туда ходить, надо не так, надо говорить спасибо, надо мыть руки перед едой, ногти стричь и так далее. Он перевел в некую деятельность, в некий результат финальный, а именно стал выпускать фотоаппараты ФЭТ. и это исторический факт, это не я придумал ничего, да? И в этот момент решаются очень многие проблемы, то есть в неком действии, в неком содействии, да? Сопереживании совместным, да? Когда только в совместном содействии возникает чувство эмпатия или не эмпатия, это все технологические вещи. А где же математика и английский? Математика, английский, все в этом, и высокие, да, я бы не сказал, высокие академические качества. 13 золотых медалей на 22 человека, ну, они разные, теперь уже истеребренные, 13 медалей, московские, такие, такие, там, они различаются. Я хочу, чтобы вы рассказали, почему эти области качеств, да, вот, академические и soft skills, почему они друг другу не противоречат, а наоборот, взаимосвязаны и работают друг на другом. Именно по одной простой причине, сейчас скажу, глобально это, это так. Ну, то есть, зачем, зачем нужны soft skills, так называемые, да, я вам скажу точно, вот, что мы делаем в школе, мы в школе хотим показать ребенку картину мира, в котором он живет, мы этим занимаемся. Закономерности, почему это вращается так и вокруг чего, почему у нас устроено вот это так, и почему, почему из закономерности после одних исторических событий переходят другие, почему из закономерности в языке русском, например, в английском и так далее, мы изучаем закономерности, и нам кажется, вот эта картина мира полная, ничего подобного. Есть, от этого человек, ну, мало, что он, он не зависит от того, как это крутится, как это у тебя и так далее, но есть то, что он делает искусственно сам, это называется искусство, архитектура ли, музыка ли, да, ну, что такое музыка, да, когда-то человек слышал, как звучит гром, или поет птица, или копейка шумит, да, он пытался подражать, делал дудочки, потом уже когда-то барабаны бил, что-то такое, а потом он стал делать это уже не связано с ним, вот появилась так музыка, да, это часть картины мира, без нее человек не может жить, да, как, в чем разница, с учетом образования, да, мы здесь, вот, в общем образовании, мы изучаем закономерности, законы, да, Архимедов, часто и так далее, и так далее, что в этом нет законов, ну, конечно, есть, то есть законы гармонического разрешения, да, мы все знаем, просто мы никогда не думаем как-то, да, что мы должны прийти в тонику, когда поем песню, да, доминанта, субдоминанта, только условно, это самые простые вещи, да, но появляется композитор Шонберг, и тоже пишет музыку со своими законами тональными, нам говорят, у нас такая ладовая система, в Китае она другая, аура, оба в трене, да, у нас вообще у индусов 17 там звуков, а не 7, как у нас, понимаете, то есть вроде бы есть закономерности, или вам говорят, пожалуйста, во-первых, все играют по одним и тем же нотам, ну, одни играют так, другие играют тоже, и это музыканты, и те музыканты, то есть, это очень важная вещь, нет там недетерминированной закономерности, но, вот тренинг очень долгий, таким способом вызывания, он дает человеку унивительные человеческие качества, а именно, что есть, нет белого-черного, есть оттенки, полутона, знаки альтерации, есть манера, есть жанр, есть стиль, все что угодно, это очень важный человек качеств, поэтому это крайне-крайне важно, что касается математики и всего остального, то тут важная вещь, мы таким способом делаем образование, где самое важное, это точно всегда, когда факт связан с образом, что делает тогда педагог по математике, который хочет говорить, что нет определения точно, нет, касание бумаги ручкой, да, окей, звездочку на небе, пожалуйста, он подходит к инструменту и берет ноту стакката, двинь, опа, вот это точка, и на всю жизнь, причем, и так далее, можно сказать, когда начинается разговор, и когда, то есть, любой образование, когда факт связан с образом, это всегда, да, и когда мы научаемся разговаривать о том, что мы так, возникает метапредметность, когда возникает, сейчас про это скажу отдельно, да, тогда вдруг оказывается ясно, что, опа, например, мы выстраиваем метапредметность, это когда мы пытаемся выйти за рамки предмета, надпредметных, искать параллели в них, какие в разных предметных областях, находить их, и что может сближать, мы выстроили систему, за которую в 2007 году еще получили лучшую школу России, когда стали выстраивать все предметные области в каждой параллели классов вокруг фундаментальных понятий, например, ритм, ритм есть музыка, ну, метр, ритм есть, в танце есть, конечно, есть, в архитуре есть, конечно, есть, он и в истории есть, и в биологии есть, и в математике есть, и в астрономии есть, и в русском языке есть ритм, и так далее, и так далее, и так далее. Система – фундаментальное понятие, когда определенное положение, совокупность частей дает новые качества. В театре – это мизансцена, в рисунке – это своя система, координат, например, в математике, в танце – это система Вагановой, которая устроена, как это все по квадратам разбито там, в обществознании – это пенсионная система, тоже своеобразная, и про это еще надо хорошо рассказать, потому что пенсионная система изначально создана невероятно гуманистический подход, когда одни поколения поддерживают других, и так далее, и так далее. Это важнейшая штука. В театре, пожалуйста, система Саниславского, в химии, пожалуйста, система Менделеева, системное мышление. Поэтому предметные области не становятся чужими. Я не люблю математику, люблю математики, не люблю биологию. Все начинается, все начинается на это работать. Именно поэтому в этом вся фишка, не профильный класс, а в этом году выпуск людей, которые МГУ, журфак – пожалуйста, Бауманский институт, там-то-то – пожалуйста, Щукинское училище Дворжецкое, пожалуйста, Гнесинское, это самое, джазовое факультет, факультет, Вася Осипов, пожалуйста, Вышка, да, пожалуйста, понимаете, Плехановский, то есть вот эти все люди получили музыкальное образование, они все выходили на сцену, они абсолютно свободны в общении, у них высокий уровень эмоционального интеллекта, они практически проектные работы делают с самого начала, и еще очень важная вещь, в моем понимании сегодняшняя школа такое молчание ягнят, говорения нет почти, тестовые системы и так далее, и так далее, мы говорение начинаем с первой минуты, с первого класса, у них есть, мы уже записываем там, многое делаем, чтобы у них проекты начинаются самые, которые представляют, говорят бесконечно, проектные вещи, ну, например, разговоры о финансовой грамотности, шестой-седьмой класс, и вы это знаете прекрасно, настоящий проект, когда их учат предпринимательства, и в этот момент идет разговор о финансовой грамотности, вообще про это надо как-то понимать, да, сегодня мы решаем проблему, что Афанасьев, Филипп, да, он сделал проект свой самостоятельный, что открыл шахматную школу, и получает за это деньги, мерзающие, но он победитель в стольких конкурсах совершенно, родители, ну, специальная там система всякая, это его предпринимательский проект, очередь стоит, чтобы заниматься с ним шахматами, понимаете, он закончил сейчас шестой класс, перешел в седьмой, и он мне написал письмо большое, что это должна быть шахматная секция школы, и я готов вести, набрать еще коучи, да, и чтобы это было так далее, минимизировать оплату, это он мне пишет, закончил шестой класс, у меня это все есть. Излюбленная тема, выпускники, коснемся ее тоже, почему-то мне кажется, что вы помните всех своих выпускников. Ну, кажется, с одной стороны, а с другой стороны, вот только сейчас меня попросила, зная мой рассказ о Пауле Сакче, о нашем домовом, меня попросила одна сотрудница Сбербанка, она хочет вести разговор о том, как люди могут себя находить в жизни, имея изначальные точки, ну, как он был этим самым военным, просто военным, и ушел рано на пенсию, и вот оказался в класс-центре, и стал любимым человеком. Понимаете, вот есть какие-то вещи, которые очень объединяют людей, их давно уже нет, они закончили, им там, бог знает, сколько лет, когда он был болен, нужны были операции какие-то, а еще он, как сделал глупости, набрал какие-то кредиты, потому что у него было двое внуков, там, одна дочка, там, ушла жена, и он что-то пытался, как только он был, за полчаса собрали огромную сумму денег просто по звонку, чтобы решить все его проблемы. Это объединяющие вещи такие, когда похороны учителей происходят на территории прощания школы, они же уходят время от времени и так далее, это не очень сильно. Знаете, самая большая проблема набора в школу? Ученики ведут своих детей, сестер и братьев ведут, и мы не можем всех взять, и мы не можем всех взять. Вот сейчас взять, посмотреть, сколько сестер, братьев, сколько детей, учеников сейчас учатся в школе, вот это, конечно, это показатель очень важный. И еще, конечно, очень важный показатель, у нас даже такой плакат на выставке, висит, у нас есть павильон на выставке, там такой плакат, показатель качества работы образовательного учреждения, количество забеременевших за год. И там длинный список. Среди педагогов, конечно. Конечно, хорошая точка, среди педагогов. Это, с одной стороны, так круто, я иронизирую по этому поводу, а дружится головная боль. И скажу, почему. Это важно у нас, почему-то мы никак не можем к этому прийти. Когда человек уходит в декрет, у нас декрет большой, в отличие от всех стран в мире, вы знаете, минимум полтора года, но он не всегда хочет вернуться. Он пытается еще и второго сделать, и так далее, и так далее. Нам же на это место надо взять человека. И я не хочу, чтобы он хуже, чем тот. Я его ищу долго, я его нахожу. Но если я ему скажу, что он только на полтора года, он еще много раз подумает. Наконец, хорошо, взяли хорошего. И этот выходит. Что я должен делать? У нас нет этого механизма. Я должен или одному дать денег, заплатить, как договариваться с ними. Нафиг это надо? Должен быть механизм. Есть механизм. Все видели, фильм «Учитель по замене», американский фильм. Есть институт сделан, институция. Да, есть хорошие учителя по замене, они получают там соответствующую зарплату. Он знает, он пришел настолько, но он круто работает. Если вы помните этот фильм «Учитель по замене», то он приходит там в этот негритянский квартал. Сейчас так нельзя говорить, да? У нас можно. У нас можно, да. Вот квартал, и значит, он начинает, они готовятся к зачетному чаю, к которому должен кончиться год. Чего он только не делает. Он помогает, значит, девочке, которая старше, в доме оставляет, ухаживает за маленькими, пока она готовится к урокам и так далее, и так далее. Фантастическое кино. Я уже вообще не сказал, у школы пошел разговор, так скажем так. Практически нет ни одного фильма о школе. Практически. За исключением буквально там двух-трех. Где бы говорили, что в школе вообще, первое, надо учиться. Не влюбляться там в педагога или еще чего-то, не говорить, как тяжело на большой перемене после работы, ходить, как это весело и так далее. Это правда. В школе учатся. Много о чем поговорили. Можно продолжать бесконечно. Школа – это такая живая история. Я, правда, могу про разные вещи говорить, про воспитание. Ну, мы же начинаем учебный год новый. Да. Я несколько времени назад я подметил одну штуку и понял, что это чуть-чуть хорошее пожелание для какого-то периода нового жизни. Отсматривая детей в первый класс, а это такая двухчасовая игра с детьми, нас сидит там, их там 10 человек. Нас, я там модерирую, психолог, учителя начальной школы, музыкальный, там хореографы, музыканты и так далее, и так далее. И мы вот там мы болтаем, мы делаем всякие упражнения, мы слушаем музыку, мы танцуем, мы там все делаем и так далее. А себе пишем специальные таблицы, придумываем психологам и всякие вещи. И первый момент, конечно, разговор. Мы их раскручиваем, чтобы говорили по-всякому, чтобы не болеялись общаться, ну и так далее. Болтовня такая якобы. А про это мы все смотрим. И вот как-то там они хвастаются, что они умеют делать. Один мальчик говорит, я умею плавать. Я занимаюсь плаванием. Занимался плаванием и занимаюсь плаванием давайте подумаем, кто какие виды плавания знает. Но кто-то говорит там какой-то такой реальный плавник, кто-то говорит такой стиль плавания кролик, например, есть. И там стиль плавания солдатиками, там что-то такое. Ну и такие. И когда уже все почти выдохались, вдруг одна девушка поднимает руку. А я еще знаю такой стиль плавания и показала. И показала вот так вот сердечком. Ёлки-палки, так трогательно. Вот стиль плавания с сердечком. Поэтому всем, кто нас слышит, видит, я не знаю, могу пожелать плыть по жизни вот именно таким способом, стилем плавания с сердечком. А кто не умеет осваивать? Осваивать этот стиль плавания. И спасибо огромное. Каждый раз огромное вдохновение испытываю, разговаривая с вами. Особенно о школе и о детях. Хорошим. Да-да-да-да-да. Вот время проявляться сейчас. Вот мы проявились и вы проявляетесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова